Беларусь сегодня отмечает День письменности. Столицей нынешнего юбилейного 25-го форума стал Древний город Иваново. Поздравление участникам и гостям торжественно правил президент Александр Лукашенко. Сердечно поздравляю вас с юбилейным 25-м Днём белорусской письменности, который отмечается в этом году на гостеприимной Брестской земле. Этот праздник – знаковое событие в культурной жизни страны, свидетельство красы и силы белорусского языка, духовных традиций нашего народа. Многие столетия письменное слово передает из поколения в поколение. Вечные идеалы красоты, добра, справедливости являются животворным источником мудрости и знаний, надежным спутником каждого человека на его жизненном пути, говорится в поздравлении. Отмечу 25-й день белорусской письменности, посвящен году Малой Родины. С утра в городе открыли памятный знак Янова слова и заложили сад молитв. И на связь со студией вновь выходит Ольга Медведь. В Ольга уже увядомы имены владельников национальной литературной премии. Так, Людмила, в этом году на разгляд экспертной комиссии было подано 59 книг. Национальная литературная премия проводилась только с родных изданий, выданий, которые увидели свет только с первого студента по 31-е снежня 2017 года. Дипломы, призы, символы. Конкурсу и грошовая премия уручили по 7 номинациях. Казимир Камейша стал автором лепшого поэтичного сборника. За выдатный прозаичный твор узнагородженный Василий Шарко. Премию за публицистичный сборник отримала Зинаида Дудюк. Лепший твор для детей написала Ольга Никольская. Дебютом года признанная Юлия Олейченко. Георгий Марчук – перомог у номинации драматургии. А лепший твор литературной крытыки и литература знавства у Ивана Штейнера. С творами-пероможцами можно познайомиться на сайте Национальной литературной премии. До этой премии я шел долго, а маль 40-50 годов навык, когда начинал працевать в драматургии с 20-ти годов. Сборник мой называется «Святло в Ишине». Три пьесы, присвеченные житцу и творчестве Франциска Скареми и одна пьеса князю Витебскому Альгерду. Это отказность, потому что выпустил уже дебютную вытичную книгу, потому что нужно держать высокий уровень политического мастерства. До юбилейного свято-родного слова и дня города Иваново белорусские паштовики выпустили тематичную марку и конверт. Памятное гашение отбылось несколько минут тому, каля мясового отделения пошты. Не глядячи на то, что официйное свято только началось, литерально проспал годины Иваново, передает эстафету наступному городу. В 2019-м день белорусского письменства пройдет на Гродинщине, в Слониме. Сегодня свято протягивается и завершится гала-концертом зорок белорусской эстрады. Людмила. Дякую, Вольга. Беларусь сегодня святкует день письменства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова